Добрый вечер, мои дорогие рукодельницы и рукодельники, зрители и гости моего канала. Я сегодня к вам с очень радостной для меня новостью. Я закончила вышивать свою подушку, которая называется Медвежонок. Напомню, что подушка фирмы Матрёнин Посад. Вот столько вот они цвета ниточек. Подбирала я не только по ключу, но из того, что было примерно. Давайте я вам покажу. Вот такие цвета у нас. Ниткой ирис я зашивала фон. Он более блестящий. Вообще участвовали и индийские ниточки. Участвовали ниточки фирмы Гамма. Все-все-все нитки, которые мне нужны были, я перематывала на бобинке. Вот тут вот один моточек остался. Вот такая нитка, которую, как вы помните в прошлых моих видео, ее не хватило. Вообще я хочу сказать, что вышивать такой цветовой гаммы мне очень приятно. Очень. Обожаю я коричневые и оранжевые оттенки. А здесь два оранжевых, несколько коричневых. Вот на примере ушка медвежонка вы можете увидеть. Тут вот три коричневых оттенка. Могу сказать по поводу крестиков. Крестики, к сожалению, получились не все идеально ровные. Вот если на вот таких сердечках крестики ложились более-менее. Но крестики, которые вышиты ниточкой ирис, не настолько ровные. Делала я разметку маркером для того, чтобы видеть результат, сколько я вышила. Например, за вечер. Мои ближайшие помощники это рама от фирмы Золотое Руно. Ножнички от фирмы Анкор. Я очень люблю эти ножницы. Они у меня несколько лет со мной. Это вспарыватель. Обычный копеечный нитковдеватель и иголочки от фирмы РТО. Вышивала по времени я с сентября прошлого года. Но вот практически до середины, да, почти до середины ноября нынешнего года. Ну, год и месяц, грубо говоря. Ну, хочу сказать, что эта работа иногда у меня откладывалась на месяц, полтора и два. И никак я ее не трогала, потому как была занята совсем другими вещами. Конечно, фирма Матрёнин Пассат, хоть и рисунок был нанесен на канву, вот скажем. Ну, рисунок нанесен не очень точно, как вы знаете. И разгул для творчества был. Можно было вышить эти цветовые участки совершенно по-разному. Но общее впечатление очень доброе, милое и приятное. Почему? Потому что сам Мишка, вот его характер, его настроение очень доброе, позитивное, очень нежное. Это действительно медвежонок. Это не какой-то там ни медведь, никак больше не сказать. Просто это медвежоночек. Вот с таким чудесным бочонком, с разноцветными яркими сердечками. Ну, хорошее настроение при вышивке всегда. Ниточки, вы видите, по краю торчат хвостики от ниточек. Ну, это все ничего страшного, это все уйдет. Это же будет наволочка для подушки. В шов все закроется. Вот, знаете, нитка и рис очень такая сложная. Она слишком шелковистая, очень хорошо крутится. Поэтому вышивать ей, ну, достаточно трудно. Но я хочу сказать, что результат мне нравится. Нравится, нравится. Фон получился таков, какой я и хотела. Вот, я хотела, чтобы фон выделялся сразу. Вот он и выделился. Так как рисунок был нанесен очень неровно, мне пришлось вот по краю здесь сбоку и сверху по клеточкам, прям наискосок, по диагональке был нанесен рисуночек. Пришлось добавлять еще по одному ряду. Изнаночка. Давайте я вам покажу изнанку. Вот такая у меня изнанка. Узлов нету. Протяжки небольшие. Я вышивала и рядами, и столбиками. Всяко, как хотела. Протяжки вот здесь вот. Потому что, знаете, мешанина, мешанина цветов. И, соответственно, где 2-3 клеточки отступая, протяжек я поняла так, что не избежать. В сердечках это большие цветовые участки. Здесь на бочонке. Фон, конечно, знаете, последний угол я вышивала. Вот этот. И фон, ну, мне просто уже надоело. Я уже сидела и ждала, когда я вышлю сама от себя. Потому что устаешь от этой шелковисто-крученной ниточки, от однообразия. Вот. И когда, конечно, уже больше года у тебя работа в резерве, уже охота скорее-скорее-скорее вышить ее. Ну, вот это, наверное, и все, что я хотела вам сказать. Пойду стирать, утюжить, оформлять в подушку. И, конечно же, вам покажу готовую подушечку, готовый результат. А вам спасибо, мои хорошие. Всего доброго. До новых встреч. До новых встреч.